Лифтовой блок версии 7 Добрый день! Тема нашего сегодняшнего семинара Лифтовой блок версии 7 Ни для кого не секрет, что с 1 сентября наша компания начала отгрузки этого продукта И сегодня хотелось бы обсудить Конкурентные преимущества лифтового блока версии 7 Как тему В данном случае речь будет идти не о преимуществах блока по отношению к изделиям наших коллег а скорее о тех новинках и нововведениях которые были недоступны для платформы версии 6 и в частности для лифтовых блоков версии 6 Pro У нас появился ресурс www.lkds7.ru Это промо-страница, посвященная лифтовому блоку версии 7 На нем, в общем, в достаточно простом и понятном виде как раз и сделана попытка донести те ключевые особенности которые существуют у лифтового блока версии 7 и у 7 как платформы, которая подлежит дальнейшему расширению Эти ключевые особенности обозначены соответствующими пиктограммами И в нашем сегодняшнем докладе мы постараемся кратко раскрыть каждую из указанных особенностей На данном слайде вы видите внешний вид самого лифтового блока и вот в сущности ресурс, который этому посвящен Начнем вот прям по шагам Первая особенность, на которую хотелось бы обратить внимание это цифровая переговорная связь Что она обеспечивает? Она обеспечивает такие свойства продукта как исключительная помехоустойчивость, гарантированное качество связи цифровое сжатие звука и многоканальность и независимость Диспетчерской, ремонтной связи в режиме ППП и связи переговорных устройств инженерных платсистем Сейчас я кратенько на каждом из пунктов остановлюсь Под исключительной помехоустойчивостью в данном случае мы понимаем и попытаемся донести до наших заказчиков является то, что в отличие от аналоговых решений которым свойственна проблема больших шумов в подвесном кабеле передача цифровых потоков через этот подвесной кабель не приводит к увеличению уровня шумов то есть система цифровая свободна до тех пор, пока работоспособен сам цифровой канал от таких проблем, как наводки на аналоговые слабые сигналы Гарантированное качество связи это второе составляющее цифровой связи она говорит о том, что при использовании цифровых каналов связи по большому счету заказчик всегда получает предсказуемое качество связи между лифтом, машинным помещением и диспетчером между кабиной лифта и диспетчером и оно перестает зависеть от множества факторов связанных с трансформацией передачи аналогового звука потому что звук оцифровывается непосредственно в месте, где он формируется в машинном помещении, в кабине лифта и дальше без изменений передается непосредственно абонентскому устройству либо диспетчеру, либо на мобильное устройство где превращается опять же в аналоговый звук отсутствуют промежуточные преобразования цифровое сжатие G723-1 используется во всех наших устройствах данный пункт специально обозначен с той целью, что показать, что данный стандарт он является стандартом цифровой телефонии обеспечивает очень эффективное сжатие и дает нам возможность работать с цифровыми потоками 5-10 килобит в секунду голосовых что позволяет нам в свою очередь нашему оборудованию эффективно и устойчиво работать в очень широком спектре возможных каналов связи в том числе и в низкоскоростных и в том числе в каналах связи там GPRS, 3G и прочих где, скажем так, возможно замирание, затухание и в общем-то невысокие скорости многоканальность и независимость связи это, наверное, является ключевой момент версии 7 как платформы по отношению к шестерке какая бы она ни была значит, в чем этот ключевой момент заключается? он заключается в том, что в лифтовых блоках 5-6 версии и само оконечное оборудование допускало одновременно функционирование только одного канала связи и если этот канал связи был занят диспетчером то, в общем-то, никакие другие виды связи голосовые с данным устройством были невозможны поскольку лифтовой блок версии 7 в настоящее время выполняет функции не только связи диспетчера с кабиной, с машинкой непосредственно лифтовой блок выполняет функции и ремонтной связи помимо этого, значит, лифтовой блок выполняет функции совместно с переговорными устройствами выполняет функции перевозки связи для перевозки пожарных подразделений что привело к необходимости создания многопоточных цифровых каналов связи и абсолютно независимых между собой в тонкости вдаваться не будем проявляется это в следующем лифтовой блок версии 7 позволяет, например, диспетчеру совершенно спокойно и незатейливо разговаривать с переговорным устройством на 5-этажной площадке при этом человек, который находится в машинном помещении может, например, связываться независимо от этого непосредственно, значит, с кабиной лифта или с приемком разговаривать при этом может функционировать пожарная связь которая никоим образом не связана с этими двумя и обеспечивает связь между этажом входа пожарных подразделений и кабиной лифта самое затейное во всей этой конструкции заключается то, что если, допустим, с кабиной лифта уже установлена связь, например, диспетчера то при включении пожарной связи оба этих вида связи остаются и кабина лифта слышна обоим абонентам точно так же, как оба абонента могут что-то в кабину лифта сказать это та функция, которая, в общем-то, недоступна аналоговым решениям в принципе, если эти решения имени, скажем так, одного провода дальше движемся ну, здесь это кратко вот и показано значит, диспетчерская связь, ремонтная связь в режиме перевозки пожарных подразделений ну, и в дальнейшем поскольку семерка это не совсем блок а скорее некая платформа, которая в дальнейшем будет развиваться использование этой многопоточности позволяет, на самом деле помимо решения сугубо лифтовых задач решать задачи, в частности, голосовой связи для различных инженерных подсистем что в последнее время становится очень актуально особенно с нашим появлением на московском рынке где такого вида объединения связей становится крайне актуальным ну, еще маленький нюанс значит, использование цифровой переговорной связи и вот эта многопоточность позволяет нам, на самом деле обеспечить такую функцию недоступную ни шестеркам ПРО ни пока никому из наших ближайших коллег вот систем это возможность связи с каждой этажной площадкой независимую и полноценно функционирующую при этом будет использована только одна шина КАНТО здесь нет гигантского количества оборудования нет гигантского количества проводов есть предсказуемая конструкция крайне простая и результат это это